Крым продолжает собирать и переправлять гуманитарную помощь беженцам из Донбасса. Также гуманитарные рейсы стали регулярными и на Украину. Почему сегодня важно помогать, поговорим с нашими гостями. У нас в студии Анна Рубель, председатель Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Госсовета Крыма. Раим Гафаров, заместитель Муфтия Республики Крым и Севастополя. Ибраим Ширин, член Общественной палаты Крыма. Валерия Петрусевич, руководитель благотворительного фонда «Добро мира. Волонтеры Крыма». Добрый вечер всем. Спасибо, что приехали. Почти тысячу тонн гуманитарной помощи направили из России в Запорожскую, Киевскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую области. Груз из Крыма формируется в Армянске и доставляется сотрудниками МЧС на территорию Херсонской области. Это продукты, средства личной гигиены и одежда. Больше 132 подобных акций уже проведено на территории Украины. В пунктах сбора накоплено свыше 15,5 тысяч тонн гумпомощи. Груз отправляется на регулярной основе. Анна Дмитриевна, расскажите, пожалуйста, нам, сколько тонн гуманитарного груза уже отправили из Крыма? И сколько готовятся к отправкам? Ну, хочу сказать, что именно партия «Единая Россия» включилась одна из первых в сбору гуманитарной помощи. Буквально после появления первых сообщений о том, что беженцы массово направились в Ростовскую область, в течение суток мы собрали более 20 тонн груза. Нужно сказать, что подключились все без исключения муниципальное образование. То есть достаточно оперативно все проходило? Ну, мне кажется, что для крымчан характерно, если что, собираться одним кулаком и объединяться вокруг беды. Поэтому, да, мы довольно оперативно все собрали. И вот, повторюсь, через первые сутки мы уже отправили первый грузовик 20-тонник уже непосредственно в Ростов. Хочу сказать, что нужно дать должное штабу. В Ростовской области был предоставлен перечень того, что необходимо. Поэтому муниципальное образование и люди приходили в наши общественные приемные и приносили именно то, что нужно. Если в первую очередь это были средства гигиены, продукты питания, которые могли долго храниться, там, полотенца, постельное белье, то вторая волна уже была больше направлена на детей. Потому что на сегодняшний день более 50 тысяч беженцев это именно дети. Их нужно кормить, нужны каждый день памперсы, детское питание и так далее. И вот уже наши партийцы и активисты собрали уже во втором эшелоне. Уже была им непосредственно помощь, которая была предназначена для детей. А сколько всего собрали? Значит, нашими партийными отделениями и на базе общественных приемных, крымчане тоже участвуют непосредственно в этой помощи. Значит, мы собрали только за сегодняшний день более 20 тонн. То есть всего 110 плюс тонн мы собрали. Из них больше половины уже отправлено для помощи беженцев Ростовской области. Раим Розимович, на прошлой неделе Духовное управление мусульман Крыма Севастополя при поддержке главы республики объявило акцию по сбору помощи беженцам. Расскажите подробнее. Да, совершенно верно. Духовное управление мусульман Крыма и города Севастополь при поддержке главы Крыма сейчас проводится акция гуманитарной помощи людям, нуждающимся, которые находятся в Херсонской области, как близлежащие к Крыму территории. На данный момент уже первая группа товаров уже была отправлена туда, груз был отправлен в город Геническ. Это 20 тонн муки. И кроме этого 4 тонны именно вещей первой необходимости, то есть памперсы, детское питание, медикаменты были отправлены. Следующая партия когда планируется? На данный момент именно на прошлой пятнице муфти Крыма по его указанию объявил во всех мечетях Крыма сбор. На данный момент мы собираем все необходимое. В ближайшее время будет отправлена вторая партия тоже в ту область. Валерия Валерьевна, расскажите, пожалуйста, как ваша организация задействована в этом процессе? Мы участвуем в акции «Мы вместе» и являемся одной из эффективных организаций в Ассоциации волонтерских центров Российской Федерации. Соответственно, участвуем и в общем сборе гуманитарной помощи, которая уходит на Херсонскую область и на Ростов. И кроме того, у нас идет целевая помощь беженцам, которые оказываются на территории Республики Крым. Это 235 семей, которые на сегодняшний день мы оказали полноценную помощь, которые располагаются на территории Республики Крым, которые с детьми нуждаются в различной помощи. И кроме того, в первые дни военных действий, когда это было наиболее сложно, мы осуществляли эвакуацию людей нетрудоспособных, пожилых и детей из Херсонской области, из Генической, из этих регионов, которые происходили, для того, чтобы они оказались уже в безопасности на территории Республики Крым. И, соответственно, здесь уже оказывали им гуманитарную помощь. Помимо гуманитарной помощи, какая еще оказывается? Ну вот помощь в эвакуации – это постоянно. И кроме того, мы сопровождаем беженцев по мере оформления документов и по последующему. То есть некоторые получают работу, некоторые временные, некоторые постоянные. Жилье, любые другие потребности, которые возникают, бывают очень специфические, поскольку бывают, прибывают дети с определенными заболеваниями, и это требуются рецептурные препараты. Поэтому договориться с учреждениями медицинскими для того, чтобы они могли продолжить лечение согласно прописанному на территории Украины – это тоже достаточно сложно, точечно, но важно в рамках каждой семьи. Евгений Решатович, Общественная палата Республики Крым какое содействие оказывает? Общественная палата Республики Крым отправила спальные мешки, медикаменты и тоже питание. Но я бы хотел сказать еще и другую сторону. Сегодня беспрецедентное объединение предпринимателей, которые все вместе, понимая ситуацию, помогают людям, скидываются деньгами, отправляют. Вот в Духовное управление мусульман Крыма, в партии также идет эта работа, очень так слаженно и быстро. Поэтому такого отношения, которое вот сегодня есть, я еще не видел, потому что все предприниматели участвуют. Например, сегодня я был в Джанкульском районе, и каждый предприниматель всем, чем может, помогает. Кто-то дает муку, кто-то дает непосредственно и нашим солдатам помогают. Эти вопросы вообще вот, они даже не обсуждаются. Ты просто берешь трубку и звонишь человеку, и он уже автоматически с вами спрашивает, чем я могу помочь. Поэтому сегодня мы видим, что крымчане объединились. В очередной раз, как Анна Дмитриевна сказала, что мы один цельный кулак. И по воле своей работы, да, и в общероссийском народном фронте, я вижу и там объединение. Мы там отправили игрушки детям больше, чем на 100 тысяч рублей. Поэтому стараемся со всех сторон. И работа идет очень слаженно, четко. И каждый дает себе отчет, да, что такая ситуация, это очень сложная ситуация. И мы должны быть рядом вместе с нашей Украиной. Потому что Украина – это частичка нашего мира. Сейчас консолидация общества, поддержка друг друга необходима. Как никогда глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан объединяться. Консолидируемся, объединяемся вокруг президента, вокруг нашей страны. Все обещания, которые давал наш лидер в 2014 году крымчанам, были все исполнены. То же самое касается и тех обещаний, которые наш лидер сегодня дает в отношении мирных граждан Украины. В том числе, что и после окончания операции, и сейчас делается все, чтобы им ничего не угрожало. Анна Дмитриевна, почему сегодня важна консолидация общества? Ну, я думаю, что она важна всегда. Сегодня особенно. Да, сегодня особенно, потому что, к сожалению, те события, которые происходят, они, конечно, в душе касаются каждого. И сегодня наши соотечественники, которые проживают в Донецке, в Луганске, они тоже оказались… Они 8 лет находились в тяжелом положении, но то, что происходит сейчас со стороны наших соседей, те просто, ну, зверства, которые сегодня происходят, уже нет, но происходили в Донецко-Луганских республиках. Я просто не представляю, какое должно наступить горе для того, чтобы мама с, там, двумя маленькими детьми бросила все и уехала из своего дома. То есть это, ну, это какое-то чудовищное преступление, мне кажется, против жителей Луганской и Донецкой республики. Поэтому то, что сегодня крымчане объединяются, это, ну, в очередной раз нам нужно подставить ключ о помощи. Потому что наш президент в 2014 году подставил это ключо нам. И сегодня мы должны ответить тем же. Есть еще другой очень важный фактор, почему объединяться нужно непосредственно сейчас. людям достаточно тяжело. У нас идет активная информационная война, которая ведет со стороны, с территории Украины, против в том числе крымчан, которые в первую очередь перешли в Российскую Федерацию и являются с той стороны предателями. И об этом часто говорится в тех средствах массовой информации. И эта информационная война направлена против россиян. Когда люди обеспокоены, когда люди не знают, чем заняться, возможность трансформировать это свое беспокойство в помощь другим, это действительно очень хороший способ для того, чтобы отвлечься, для того, чтобы чувствовать себя при деле. Ты всегда видишь тех, кому сложнее, чем тебе, и понимаешь, куда тебе нужно двигаться и ради чего. Это действительно помогает собраться, собраться с мыслями для того, чтобы наполниться ресурсом для своей же семьи, для своих близких, для того, чтобы им помогать дальше. Спасибо за дополнение, Раим Розимович. Сегодня чувствуется в обществе единство, желание помочь? Конечно, несомненно. Как Духовное управление Мусульман Крыма, как Фонд Мусульман Крыма мы проводим очень много благотворительных акций. Вот недавно прошла акция «Тюльпан милосердия», где руками детей мы помогали уже не первый год больным детям. В этом году собранные деньги, некоторая часть тоже пойдет на помощь беженцам. И вот в этой акции участвуют все крымчане, Крым всегда готов помочь, то есть независимо от национального или конфессионального различия. И при этом от малого до велика все участвовали. Я тоже хочу поблагодарить всех наших и предпринимателей, которые поддержали эти акции. И главное, что символом этой акции, например, «Тюльпан милосердия» был цветок. Там детки своими руками сделали очень много цветов, букетов. Мы тоже, какие бы разные ни были, но мы едины, мы большой, красивый букет Крыма, большой, красивый букет нашей страны, который всегда готов помочь. И, Время Душатоку... Что примечательно, это было приручено к 8 марта. Да, совершенно верно. Вы также занимаетесь благотворительностью. Что собираете вот сегодня для беженцев? Вы игрушки рассказали, да? Именно на питание и на медикаменты. Потому что мы понимаем, да, что сегодня там действительно этого нет, этого не хватает. И большая часть того, что собирается, чаще всего это бывают деньги, да? Чтобы купить на деньги то, что там необходимо. Медикаменты, мука, потому что хлеб, говорят, на Украине сейчас стоит 2000 гривен. Я не знаю, правда или неправда, но я такое вот слышал. И детские принадлежности, потому что мы понимаем, что там дети, памперсы, самое необходимое, да? Ну и средства гигиены. И, ну, я еще не заметил ни одной семьи, да, которая в окружении меня, которая бы не поучаствовала в этом. И еще систематически участвует и участвует. И здесь, конечно, нужно дать еще и должной партии, потому что Единая Россия действительно, вот действительно включила все свои ресурсы на то, чтобы помочь людям. И я вот Валерию тоже не могу исключить, наоборот, хочу похвалить и сказать, что, ну, большая молодец, потому что я вижу, что у вас идет и психологическая, да, помощь, вы там работаете по реабилитации людей, потому что, ну, это стресс прежде всего у людей. Ну, условно. Поэтому мой низкий поклон, да, я сам участвую в этом во всем, я вижу, сквозь себя, когда проходит, иногда думаю, что и тебе самому нужна психологическая помощь, потому что ты осознаешь, насколько люди там нуждаются, и сегодня ты действительно живешь лучше, чем там, там, и поэтому ты, вот это очень правильное определение, ты некие свои эмоции собираешь и отдаешь туда, и тебе получается легче, и ты действительно в процессе того, чтобы сделать ближнему лучше. Волонтерское движение объединило сотни неравнодушных крымчан. Крым собирает и отправляет гумгруз для беженцев, которые нашли приют в Ростовской области. В Донской столице работает наш корреспондент Тарас Брезицкий. Тарас, селям, алейкум, добрый вечер. Достаточно ли гумпомощи в Ростовской области? Алейкум, селям, добрый вечер. Студия в одном из пунктов приема гуманитарной помощи. Мы находимся, он располагается на территории ДГТУ Донского государственного технического университета. Именно сюда стекается гуманитарная помощь из всех регионов страны, в том числе и самых отдаленных. Находясь тут, вот в этом обилии и многообразии коробок, пакетов, очень просто заблудиться. Здесь есть все необходимое от продуктов питания до бытовой химии, средств личной гигиены. Особенность этого самого большого склада пункта приема гуманитарной помощи состоит в том, что сюда стекается гуманитарная помощь от крупных компаний. В частности, крымская гуманитарная помощь, крымские фуры, они тоже приехали сюда. Задействовано огромное количество волонтеров, они трудятся, как пчелы, в несколько смен, заменяя друг друга. В целом по стране волонтеров задействовано в помощи переселенцам порядка 45 тысяч, как нам здесь рассказали. Именно тут, на этом складе, работает, трудится порядка 100 человек. И сейчас человек, который руководит деятельностью волонтеров, руководит всеми процессами, которые здесь происходят. Рядом с нами находится Алексей Вареница, он руководитель исполнительного комитета Народного фронта в Ростовской области. Добрый вечер, Алексей. Расскажите нам, пожалуйста, о том, как здесь все организовано, потому что масштабы, они действительно впечатляют. Здесь находится федеральный штаб акции «Мы вместе». Это гуманитарный склад, куда стекается помощь со всей страны. Во всей стране развернуто 680, даже более, пунктов сбора гуманитарной помощи. 80 штабов акции «Мы вместе». Соответственно, практически все субъекты в этом задействованы. Штаб здесь был развернут 19 февраля. Сюда стекаются со всех концов нашей области страны. Из Бурятии, из Судмуртии, с Северного Кавказа, с Крыма приходили грузы, с Центральной России. Здесь приходят грузы крупные, большие. Есть вторая точка сбора, куда могут приносить физические лица в Ростове-Нагагарина-1. Здесь есть все, и продукты, и одежда, и игрушки. И первое время переселенцам, беженцам не хватало простых вещей. Это тапочек, постельного белья, нижнего белья. Сейчас мы уже снабжаем их и одеждой. Сейчас они обеспечены питанием и всем необходимым. И уже буквально позавчера мы отвезли первую партию гуманитарной помощи в Луганск. Мы отвезли пленку, 500 килограмм пленки, степлеры, пену, для того, чтобы разбитые окна люди могли затянуть пленкой, чтобы сохранить тепло. Вчера в Луганске мы отвезли 10 тонн муки, сахара, 10 тонн по 5 тонн рыбных консерв и мясных консерв, а также 150 продуктовых наборов и подарков для женщин и детей. Это наборы косметики, игрушки для Луганской республиканской детской клинической больницы, онкогеомонкологическое отделение. Мы поздравили с праздником 8 марта мам, тех детей, которые там находятся на обследовании, которые лечатся там, и весь медицинский персонал. А также обеспечили это отделение бытовой и компьютерной техникой. Спасибо вам огромное за ответ. Алексей, спасибо вам, от крымчан и всем этим людям, всем волонтерам вашим подопитам. Спасибо, что жители Крыма привезли сюда груз, я так понимаю, будут в будущем привозить. Эта помощь очень нужна людям Донбасса. Да, наверняка так и будет. Спасибо вам и всем вашим подопечным. Действительно, то, что здесь происходят масштабы всего этого, дух взаимоподдержки, взаимопомощи, он по-настоящему впечатляет. Мы сегодня работали, как вы уже знаете, на территории так называемого ПВР, пункта временного размещения беженцев. Так вот, тот дух поддержки, то крепкое приятельское плечо, вот этот слоган «Своих не бросаем», он здесь, в Ростове, как нигде, наверное, в другом месте ощущается. Понятное дело, что прием гуманитарной помощи не лимитирован. Гуманитарная помощь из всей страны будет стекаться сюда до тех пор, пока в этом будет необходимость. Сагуна Студия, большое спасибо вам. Передаем вам слово из Ростова-на-Доно. Тарас Сагуна, за информацию. Сагуна, Анна Дмитриевна, мы правильно понимаем, что большая часть гумпомощи отправляется в Ростов-на-Дону? Как вы контактируете с волонтерами? Значит, сегодня мы здесь организован у нас пункт приема, это Кубанская 30, но лучше все-таки, если граждане в муниципальных образованиях, то есть это города-районы, лучше все-таки направляться непосредственно в общественные приемные партии на местах. Значит, здесь волонтеры наши, в том числе и молодая гвардия «Единой России», и знаю, что волонтеры «Победы», и волонтеры-спасатели помогают в разгрузке этого груза. То есть приходят десятки машин, которые нужно разгрузить, потом груз отсортировать и уже непосредственно загрузить фуру. То есть это такая тоже серьезная работа, которую мы организовываем. Поэтому сегодня, пользуясь тем, что я нахожусь у вас в студии, хотела бы обратиться к людям, которые хотят помочь. Если есть такая возможность, пожалуйста, подписывайте коробки или пакеты, в которых вы предоставляете помощь, что там находится внутри. Это значительно ускоряет процесс сортировки и дает возможность нам быстрее загрузить фуру и отправить ее... И везут в Ростов, правильно? Да, и, конечно, да, весь груз, с которым сегодня мы работаем, мы взаимодействуем с МЧС и непосредственно с составом в Ростовской области. Хочу сказать, что в дополнение было озвучено, что есть детки, которые проходят лечение онкологических заболеваний. Хочу просто напомнить, что на сегодняшний день огромное количество жителей Донбасса имеют российские паспорта. И для того, чтобы оформить полис УМС, ничего не нужно, кроме того, чтобы предъявить паспорт и обратиться в страховую компанию. То есть это происходит все в течение часа-двух и не составляет никакого труда. Если мы говорим о жителях, у которых нет российских паспортов, то сегодня Минздравом тоже разработан специальный порядок, который позволяет получить полис УМС. А это, в свою очередь, открывает возможность для получения любого вида медицинской помощи на территории Российской Федерации. Не только экстренного, как если полиса нет, но и амбулаторное лечение, поликлиническое, прохождение какого-то сложного лечения. Поэтому сегодня со стороны нашего президента есть поддержка в любых направлениях, в том числе и проработан вопрос оказания медицинской помощи. Игорь Мишатович, блокады, борьба с ковидом, вододефицит, все эти препятствия сделали только нас сильнее, крымчан. Как это сейчас нам помогает? То, что мы пережили? Ну, прежде всего, крымчане стали титановыми, нас ничего не берет. Но это первое. Второе. Крымчане стали очень осторожно относиться к информации. Вот здесь Валерия сказала, что информационная война, она самая страшная война. Мы стали ее анализировать и очень осторожно к этому подходить. В свою очередь хочу сказать, что общественная палата работает с каждым муниципалитетом, создав там общественные советы. Эти общественные советы тоже работают с людьми и работают в том направлении, чтобы люди понимали, что есть официальная информация, и есть информация, которая скидывается во всех телеграм-каналах и так далее. Поэтому крымчане довольно крепкие и сильные, и мы уже 8 лет полностью блокированы, и мы можем обойтись, поверьте мне, без Макдональдса, Кока-Колы и всего остального. Мы можем это заменить, поэтому вот над этим нам нужно будет думать. Прежде всего, не только Крыму, а всей стране. Теперь мы, предприниматели, должны все объединиться вокруг одной общей идеи, как мы должны заменить все те продукты, которые к нам заходили, и сделать что-нибудь наше свое, российское, довольно качественное и классное, чтобы все дырки закрыть и сделать так, чтобы страна могла сама себя на все 100% кормить. И это будет, кстати, большой помощью и для правительства, и для президента. И сегодня мы должны понимать, что мы единственные люди, да, это единственная опора нашего президента. Поэтому мы все с ним, и мы должны быть всегда рядом с президентом. Разное можно услышать, разное можно прочитать, но курс президентский мы должны держать всегда, крепко и навсегда. Хотела бы дополнить, Ибраима, что по поводу, мы должны обеспечить себя питанием, продовольственная безопасность, если мы говорим об этом, Республика Крым получила колоссальный толчок за 8 лет в части развития производства и сельского хозяйства. Я, как депутат от Белогорского района, ну просто душа радуется, когда едешь по полям, которые в 2014 году были заросшие бурьяном, и сегодня там растут потрясающие яблочные сады. Или сегодня у нас помидоры, которые известны... Которые мы все кушаем. Мы все кушаем, мы знаем, что это лучшие помидоры, ну, чуть ли не в России, ну, так минимум. Поэтому, отвечая на ваш вопрос по поводу блокад, тут немножко хочу пойморить. Появляется в социальных сетях объявление, что Старбакс ушел из России, еще какие-то другие. А вот мы здесь в Крыму живем 8 лет и думаем, ну, мы и так 8 лет без этих всех излишек. И в нашей жизни ничего не изменится. Мы можем поделиться опытом даже. И он потрясающий этот опыт. То, что в Крыму намного вкуснее, да, чем эти Старбаксы, чем все остальное. Подтверждаю полностью. Поэтому у нас, фактически, Российская Федерация вступает в Крым, которым мы находились на протяжении 8 лет. Поэтому мы можем действительно поделиться опытом. И можно акцентировать, что, учитывая, что у нас в Северокрымском канале теперь появилась вода, то теперь теплицы и новые сельхозхозяйства мы сможем увидеть и на северном регионе Крыма. Поэтому для полуострова это развитие, оно, конечно, будет очевидно. И поэтому полуостров, это действительно коснется в наименьшей степени. И в этом будет наша заслуга, потому что все мы сможем консолидироваться для того, чтобы обменяться этим опытом, развиваться, становиться лучше, конкурентоспособнее и активнее, как предприниматели. Вернемся к сбору помощи. Вот расскажите, вы увеличили число пунктов сбора помощи за последние недели? Да, в сегодняшний день у нас пункты находятся и 8 пунктов по Симферополю непосредственно. То есть сам склад вещей для нуждающихся у нас работает круглогодично уже более 8 лет. Мы оказываем помощь людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Мамы с детьми инвалидами, пожилые люди, семьи, которые в социально опасном положении. И, соответственно, беженцы тоже к ним сейчас относятся. Поэтому в каждом городе Крыма у нас тоже есть дополнительные пункты, кроме общественных приемных партий «Редина Россия». У нас есть также свои гуманитарные сборы, которые мы проводим, и оказываем точечную помощь. Кроме того, есть медикаменты, которые необходимо доставить на территорию Украины, в том числе и онколекарства, которые достаточно дорогостоящие, инсулин, многие другие специфические препараты, которые нуждаются. Поэтому у нас уже есть с той стороны практически волонтеры, которые практически в каждый дом могут доставить в Мелитополе, в Херсоне, в Геническе. Они могут принести и оказать эту соответственность. То есть уже связь налажена? Да, мы стараемся наладить эту связь. Но можно еще акцентировать внимание, что в мутной воде у нас начинают водиться и не очень хорошие рыбки. Поэтому наши волонтеры уже акцентировали внимание, что в Евпатории появились у нас товарищи, которые ходят с поддельными паспортами ЛНР и ДНР. Они ходят буквально по квартирам, стучат и говорят, дайте попить, дайте покушать. Мы только прибыли, мы новенькие. Сейчас уже написано несколько заявлений в прокуратуру, соответственно, по этому поводу. Поэтому призываем крымчан помогать, быть небезразличными и неравнодушными, но при этом, конечно же, не кормить мошенников и вникать глубоко в каждую ситуацию. Раим Бразимович, Духовное управление мусульман Крыма-Севастополя по каким адресам принимает помощь? Наш главный пункт находится здесь, в Симферополе, на улице Генерала Васильева, 8. Особую благодарность хочу здесь сказать советнику главе, это Ирвин Мусаеву за помощь. Также предприниматели, это Эльдар Яичик и, получается, у нас Ирвер Абдураимов. Они очень сильно в этом плане помогли. А так, во всех уголках Крыма есть представители Духовного управления мусульман Крыма, это имамы, председатели. Все желающие, кто хочет помочь, могут обратиться к ним, они скоординируют. Каждая мечеть — это сбор средств. Отдельный уголок, да, где можно. Анна Дмитриевна, вот сколько сейчас в Крыму беженцев из Донецкой и Луганской народных республик? Значит, хочу обозначить важный момент, что сегодня на территории Крыма прибывают те жители Луганских и Луганско-Донецких республик, которые здесь имеют родственников. То есть на момент пересечения границы в Ростове в миграционной карте указывается конечный пункт пребывания. И в течение двух суток эта информация попадает через МВД, и участковый в первые двое суток идет и смотрит, приехал ли этот заявленный человек по месту, как он живет, приняли ли его родственники и так далее. Если сегодня на территории республики прибывают те, которые не имеют конкретного места нахождения, то в этом случае обсуждается вопрос об отправке таких граждан непосредственно в пункты пребывания в Ростовской области. Поэтому, если мы говорим про официальные цифры, то можно судить о количестве заявлений, которые были поданы на получение материальной помощи, о которой говорил президент, это 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. На сегодняшний день обратилось более 900 семей, это 1600 членов семьи и плюс. То есть на сегодняшний день, если такие граждане прибывают на территорию Республики Крым, то по месту пребывания, где вот в каком муниципальном образовании находится, если это Бахчисарайский район, то в Бахчисарайский район и так далее, не нужно никуда ехать, именно вот в этом муниципальном образовании, можно обратиться в департамент социальной защиты, придавить очень скромный пакет документов, это паспорт, миграционная карта, ну или документ, подтверждающий пересечение границы, значит, наличие лицевого счета, чтобы была возможность перечислить средства, и если есть дети, то свидетельство рождения, ну, чтобы доказать, что это их там дети и так далее. Вот, поэтому, подав эти документы, наша соцслужба организовывает сбор, оформляется заявление и направляется в Ростов для проверки факта пересечения границы. И в этом случае, в течение там нескольких дней, в очень короткий период, уже заявители могут получить эти средства на свой счет. Поэтому, если мы говорим про какую-то конкретную цифру, то, наверное, сложно ее назвать, потому что граждане прибывают, уезжают, они могут перемещаться внутри субъекта, могут перемещаться в Севастополь или обратно, или в Краснодарский край. Но, в целом, вот есть такая цифра, более 900 заявлений, которые уже официально оформлены, 900 семей. Пункты временного размещения для беженцев Донбасса открыты в 23 регионах. Ростовская область одна из первых начала принимать беженцев. Там сейчас развернуто более 280 пунктов временного размещения. Наш корреспондент Тарас Брезицкий о том, как обустроились жители признанных республик в Ростове-на-Дону. Это здание общежития РСХТ Ростовского строительно-художественного техникума. Всего на территории Ростова развернуто почти 300 ПВР или пунктов временного размещения переселенцев. Так вот, именно этот считается не только одним из наиболее заполненных, но и лучшим в городе относительно условий комфортного пребывания переселенцев. Территория общежития в безопасности. Ее охраняют не только полицейские, но и представители казачества. Помимо этого, с переселенцами ведут постоянную работу представители социальных служб. Людям организуют не только комфортные условия проживания, но и интересный досуг. Вот один из составленных списков. Он для тех, кто сегодня желает отправиться на концерт в Ростовский дом офицеров. К вам букеты из Донецка приехали? Да, наши оставшиеся мужчины в Донецке передали нам поздравления с праздником, хотя праздник у нас такой. На 8 марта 11 частных строений в поселке, шахтерский поселок, шахты имени Ленина, ну там разнесенные были. На связи постоянно, потому что там знакомые, друзья, я работаю в школе, ученики мои остались. Ну вот буквально, когда я уехала, буквально через день возле моего дома упал снаряд. В фокусе внимания не только быт и условия содержания переселенцев, но и состояние их здоровья. В одной из комнат общежития был оборудован медицинский пункт. Здесь работают доктор и медсестра одной из ростовских поликлиник. Дважды в день людям делают тест ПЦР на выявление коронавирусной инфекции. К счастью, с 20 февраля и по сегодняшний день ни одного случая зафиксировано не было. Люди приходят с жалобами чаще всего на гипертензию. Также были на сахарный диабет. Люди приходили измерить уровень глюкозы. И все в принципе. Проектная мощность здания общежития рассчитана на 250 мест. В 2020 году здесь был сделан основательный внутренний косметический ремонт, но на протяжении двух лет сюда никого не поселяли. И вот совсем недавно, еще накануне беды в Донецкой и Луганской народных республиках, сюда были расселены первые студенты. Это около 100 человек. Впоследствии в конце февраля к ним присоединилось такое же количество беженцев из ЛНР и ДНР. В общей сложности у нас на 19 число февраля было 98 человек, сейчас 96. Из них 51 взрослый, 45 детей. Виталий обеспечивает городская власть. Да, городские власти, то есть район, то есть завтрак, обед и ужин. То есть перевозят в трехразовый. Ну и плюс на сегодняшний день в связи с такой сложной ситуацией, значит, большую помощь оказывают спонсоры. В последнее время у нас были представители ГЕТТО, это самый депутат Госдумы. Вчера был Спиридонов, общественный депутат, также приезжал, смотрели. Плюс наши здесь областные ЗАГС собрания приезжают представители. Была представитель, значит, по правам человека Российской Федерации, приезжала вместе с представителями Луганской и Донецкой области. То есть они проводили здесь встречу с жильцами, значит, выясняли, какие вопросы, какие проблемы, то есть и что можно оказать, значит, посильную помощь на сегодняшний день. Время нахождения беженцев здесь не ограничено. Они будут находиться в общежитии столько, сколько это потребуется. На данном этапе тут временно живет 96 человек. Двое выбыли, они отправились к родственникам. Однако уже сегодня здесь ожидают появление двух новых переселенцев из ДНР. На сегодня в Россию из Донбасса, из Украины прибыло больше 200 тысяч беженцев. Также минувшей ночью 248 иностранных граждан вывезли российские военные в Крым из Херсонской области. Валерия Валерьевна, вот за последние недели увеличилось количество волонтеров, людей, которые готовы помогать? Увеличилось буквально за последние две недели. Люди активно готовы участвовать. У нас появились как автоволонтеры, которые готовы развозить помощь, поскольку беженцы, которые на территории Республики Крым, многие располагаются у родственников. И, соответственно, это может быть и Ялта, это может быть Бахчисара и так далее. Поэтому, когда развозится гуманитарная помощь, это может быть и одежда, и вещи, и на детей, и на взрослых, потому что приезжают люди буквально с одним рюкзаком на целую семью. И поэтому действительно нужно их одеть полностью. Мы оказываем эту поддержку. Есть волонтеры, которые помогают в сортировке вещей, волонтеры, которые разгружают гуманитарную помощь, которая прибывает. И, соответственно, постоянно мы размещаем новые нужды. Они могут быть специфическими. Например, безлактозное детское питание, достаточно большая редкость, противоаллергические. Мы их собираем буквально по крупицам по всей Республике Крым, поскольку многим детям это прописано согласно врачей. Ситуацию с беженцами на Украине Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем по телефону. Президент подчеркнул, что российские вооруженные силы уже несколько раз объявляли режим тишины для эвакуации населения по гуманитарным коридорам. Вместе с тем, украинские нацбатальоны препятствуют этому, прибегая к насилию в отношении мирных жителей и разного рода провокациям. Российский лидер призвал Евросоюз внести реальный вклад в дело спасения жизни людей, оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право. Анна Дмитриевна, если удастся открыть гум-коридоры, беженцев станет больше. Готов Крым к этому? Сергей Валерьевич, глава республики, неоднократно комментировал эту ситуацию, что если нужно будет, то, конечно, в республике Крым найдутся места размещения. Но все-таки напомню, что в Ростовской области эта работа на сегодняшний день уже очень отлажена. И мы сейчас видели это из сюжета, что было общежитие, куда заселите. Я точно знаю, что 100 человек, о котором говорили в сюжете, это только маленькая крупица. Там десятки тысяч беженцев пребывают в хороших условиях. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, думаю, что Крым, конечно, не бросит наших соотечественников в беде. Но в том числе мы рассчитываем, что Ростовская область тоже возьмет часть беженцев на себя. Сергей Валерьевич, так или иначе, украинский кризис, он завершится. Вот как сохранить, вот как вы считаете, у людей вот это активное желание помогать? Как это сохранить? Это будет призванием, потому что когда ты один раз помог кому-то или поддержал, это настолько глубоко садится в твое сердце, что это уже ничем не вытащить. Поэтому это как минимум приносит духовное спокойствие тебе. Ну а с другой стороны, мы должны в этом направлении работать. Должны быть и созданы, может быть, даже институты, которые это популяризируют внутри страны. И мы должны понимать, что мы вообще должны свою страну, нашу Россию, популяризировать во всем мире. Мы должны сделать так, чтобы все видели нашу Россию такой, в которой мы живем, где все народы в единстве, где право каждого учитывается, где большая любовь и дружба. Вот основа всего – это так, как мы сможем воспитать последующие поколения. Это нужно сделать, конечно, через патриотизм и через новые технологии. Мы должны внедрять в наших детей то, которое мы хотим видеть в будущем. Именно мы должны их воспитывать так, чтобы мы увидели счастливое будущее. Поэтому я уверен, что у нас это останется. Наш народ крымский и всероссийский, в том числе, объединиться вокруг данной ситуации и сделать так, чтобы мы еще больше будем сплоченные и никогда не забудем о добром деле. Уже, мы гости. Есть определенный термин, который характеризует подобную ситуацию. Это эффект мерцающих сообществ. Это люди, которые включаются в определенную ситуацию, проявляют себя максимально. Когда человек все время задействован, допустим, в благотворительной сфере, то все его окружение к этому уже привыкает. Когда человек впервые включается во что-то подобное, то это огромный охват новых людей, которые раньше не сталкивались с добрыми делами. Возможно, имели недостаточный уровень доверия к благотворительности, к возможным добрым делам, а может быть, просто не знали о том, как применить свое желание помогать другим. Это вовлекает абсолютно новых людей, которые в дальнейшем могут себя применять. И мы точно можем акцентировать, что у нас огромное количество направлений, в которых можно участвовать, кроме после того, как будет окончательное перемирие, после того, как наладится уже полностью вся эта жизнь. У нас есть направление и городского досуга, направление донорства крови, донорства костного мозга и вступления в реестр для того, чтобы его расширить. Это действительно большое всероссийское направление, в котором можно будет участвовать. Поэтому все эти люди, которые на сегодняшний день откликаются в помощь беженцам, в дальнейшем смогут участвовать в добрых делах в любых направлениях, которые им понравятся. Уважаемые гости, подведем итоги нашего проекта. Так или иначе, мы со всеми испытаниями вместе справимся. Как вы считаете, какой главный урок мы должны усвоить? Все испытания от Всевышнего, и они делаются для того, чтобы напомнить нам о главных ценностях, таких как любовь, сострадание, добрососедство. И пока мы не научимся делиться последним куском хлеба, мы не сможем пройти все эти беды. Любой верующий человек, это человек, который любит Господа, и он должен любить все его творения. Только любовью, только добром мы сможем все это пройти. Валерия Валерьевна. Я считаю, что в основе всех этих огромных глобальных цифр, тонн и направлений лежит человек. И это самое важное. Отношения между людьми и человечность, которую нужно сохранять в любых ситуациях, это то, что нам показывает и действительная ситуация. Поэтому нужно поддерживать эти дружеские, доверительные отношения, поддерживать друг друга и поддерживать тех, кому на сегодняшний день оказалось сложным. Евгений Решатович. Всегда всему приходит конец, особенно переживаниями и боли. Я думаю, что когда это все пройдет, мы не просто вздохнем, да? Мы осознаем, насколько мы едины и насколько мы сплоченная страна. Поэтому верю, что когда ты даешь, тебе больше возвращается. И это не просто описано, да? Я это на своей жизни проживаю. Чем я больше делюсь, тем Всевышний мне больше дает. Поэтому хочу пожелать всем тем, кто помогает людям, здоровья им и их семьям. Потому что помочь человеку – это очень большое дело. Поверьте мне. Анна Дмитриевна. Ну, я бы назвала это не урок, а вывод, да? Может быть, какой-то итог. Наверное, то, что в еще один раз крымчане доказали, что на нас можно положиться. Что мы хорошие друзья и партнеры. Всегда на нас можно рассчитывать. И мы очень хлебосольно всегда рады встречать гостей, если у них доброе на уме. Спасибо большое, уважаемые гости, за этот эфир. Спасибо большое, что были с нами, смотрели нас. Увидимся в следующую среду. Беззалевого нас. Беззалевого нас.